Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. Ну, такой вот, как всегда, немного обо всём. Мы сейчас сидим дома, особо никуда не ходим, не ездим и так далее, потому что болеет младший сыночек. Ну, он на самом деле уже выздоровел. Просто начинаются сейчас ещё каникулы у первоклассников, да, февральские дополнительные. Поэтому он у меня, бедолага, три недели сидит дома, но я не хочу его сейчас никуда таскать, потому что у нас в Питере опять какая-то эпидемия, опять какой-то грипп, непонятно что ходит. И, в общем, мы с ним сидим дома. Вот. Хочу вам сейчас показать. Я снова сделала заказ на рандеву. Вот он ко мне пришёл, коробочка. Но я заказала не себе, девочки. Я не только себе вообще всё заказываю. Так что заказала вот такой набор. Это набор, не правильно показываю, на 14 февраля для него, для мужчин. Заказала, потому что хочу своему мужу подобрать какой-нибудь парфюм на весну, на лето. Знаете, что им такое вкусненькое, цитрусовое? Но у меня такой муж, который его не затащить в парфюмерный магазин от слова совсем. Если же он туда придёт, он попробует один аромат, максимум два, и скажет, что ему вообще ничего не нравится, и вообще он хочет уйти отсюда. Как-то так. Поэтому я обычно либо заказываю на свой страх риск ему ароматы, либо бывает, кстати, такое, что закажу, и ему не понравится, и я кому-нибудь отдаю его. Вот. Такое тоже у меня бывает. Поэтому для таких же мужчин, как мой муж, девочки, очень рекомендую вот такой набор. У меня муж уже попробовал все ароматы. Есть ароматы, которые он пока не понял и сказал, что он ещё пару раз побрызгается и скажет, что ему нравится или нет. Я вам оставлю ссылку на рандеву. У меня есть ещё промо-код со скидкой 10% ко всем уже скидкам, да, которые существуют на рандеву. То есть это дополнительная скидка. Я вам тоже оставлю ссылку на набор. Оставлю тоже. Скоро 14 февраля, так что обязательно нужно своим мужчинам такой мини-подарочек. Да? Почему бы и нет? Ну как мини? Хороший подарок, я считаю. Значит, здесь идут вот такие ароматы. Так, давайте я вам так поближе. Один из этих ароматов есть у моего мужа. Это вот этот вот, Атар Коллекшн. Я ему покупала уже такой. Так, вот такие вот ароматы. Очень интересные. Я хочу рассказать вам про некоторые ароматы, которые вот точно нет или точно да. Первый аромат это Амуаж. Вот этот вот синенький. Вот этот вот. Ну, там я оставлю ссылку на этот набор. Там есть расписаны все ароматы, которые входят в этот набор. Всё расписано. Какие там ноты и так далее. Так что вы можете посмотреть. Вот этот Амуаж. Мне понравился безумно, девочки. Просто. Ну, он такой, знаете... Муж сказал резкий, но я бы сказала, он густой. Он очень-очень стойкий. И такое ощущение, что там есть ладан. Я описание не помню, но вот по ощущениям, да. Что-то такое церковное в этом аромате есть. Мне очень понравился этот аромат. Мужу нет. Он у меня не любит такие ароматы. Поэтому, да. Ну, Атар Коллекшн у него есть, конечно же. Я тоже подсадила мужа. Вот этот Кристал Лав. Прикольный аромат. Он как раз такой, знаете, офисный. Мужчине на каждый день вот с утра нанёс на себя. И до вечера будете благоухать. Точнее, ваш мужчина будет благоухать, да. Или если меня мужчина смотрит, то очень рекомендую. Он такой прям вот, ну, очень приятный. Он и немножко свежий, и немножко чистоты, и немножко такой мужественности. В общем, советую. Кстати, кто хотел попробовать этот аромат, он здесь как раз-таки есть. Второй. Вот. Дальше остальные ароматы ещё раз пробует он. А вот ему и мне очень понравился вот этот вот аромат Монстера. Вот он. Монстера, да. Монстера – это цветок. Монстера. Правильно говорить, да? Девочки, поправьте меня, если я не права. Вот. Это такое, знаете, он стартует апельсином. Потом превращается в лимончик. Дальше он такой свежий, а потом какой-то немножко древесный. Очень классно будет как раз-таки на позднюю весну и лето. Я думаю, что в итоге я приобрету мужу именно вот этот аромат. Дальше. Монталь. Вот этот вот. Вот этот. Он пахнет табаком. Прям вот табак-табак. Пахнет. Благоухает. Звучит. Правильно говорить, да? Табак. Причем табак такой, знаете, не сигареты, а, не знаю, мне кажется, кальян, если без всяких добавок, вот похожий аромат. Вот кальян без яблочков, без вишенок. А вот такой вот, такой густой, правда, кальян. Мужу не понравилось. Он не хочет так, чтобы от него так пахло, как он сказал, да? Вот. Но, в общем, не хочет на себя носить такой аромат. Я бы, вот, знаете, если бы у мужа было бы много ароматов, я бы для разнообразия ему бы такой подарила. Но так как он у меня не любит, когда у него много ароматов. То есть он как? Вот есть у него один флакончик. Он его заканчивает и начинает следующий. Вот только так, больше никак иначе. Вот. И вот эти два аромата. Мне вот этот вот понравился тоже, вот этот понравился. А вот эти два неспорные. Ну, такие непонятно, понравится или не понравится. В общем, муж еще поносит, посмотрит. Но вот этот вот аромат, я думаю, что я ему 100% приобрету. Конечно, я бы приобрела бы, ему сказала бы, амуаж. Но у меня вот такой муж, ему очень понравился. Он вообще говорит, ой, какой кошмар. Представляете? А мне прям, я, боже, как вкусно пахнет. Вот такой вот у нас с ним различается. Вкусы, на самом деле, и такая есть история. Так что как-то так. В общем, вот такой вот аромат. На самом деле, прям классная такая подборка. Я бы сказала, ну, амуаж, он же такой более вечерний аромат. На все случаи жизни для мужчины набор называется 14 февраля для него. Советую, девочки, обязательно приобретите для своего мужа. В особенности, если он такой же капризный в ароматах, как мой. А я хочу, чтобы от моего мужчины вкусно пахло. Мне это, на самом деле, очень нравится. Я замечаю всегда. Я других мужчин не нюхаю, но хочу, чтобы от моего мужчины пахло очень-очень приятно. Так что очень рекомендую. Плюс оставлю вам, конечно же, под этим видео ссылку на данный аромабокс. Плюс промо-код с дополнительной скидкой 10%. Так что, девочки, прям всем от всей души советую. Скажи, Левушка, так хочется с ним поиграть. А он бандит. Каспер, ну что ж ты его бьешь-то? Смотри, он больше тебя. Вот такие вот у них взаимоотношения, девочки. Ой, я не могу. Ляфа. Вот и сидят. Чего сидят уже минут 10, наверное. Ляфан боится подходить. Потому что Каспер его тут же ударит. Ну, не до крови, но бывает такое, что я куда-то уезжаю, приезжаю. А вот здесь вот, как раз вот здесь вот, все в шерсти. Белорыжий. То есть, видимо, была драка. Ну, при мне прям такой сильной драки не было еще ни разу. Потому что обычно не из-за того, что Каспер там не сильно обижает, а из-за того, что Ляфан уходит. От Каспера. Снег упал с крыши. Каспер, а Каспер, кск. Каспер даже не отзывается. Вот какой, да, Ляфан? Какой вот вредный. Вредный Касперюша. Касперюша. Че сидим? Да? Левушка. Ляфан. Ты хороший мальчик. Ну, скажи, так хочется с этим поиграть, а он не хочет. А он вредничает, да? Вредина такая. Они, наверное, знаете, безмолвно общаются. Да, вот так. Видите, слышали? Он сейчас так... Это он мне все время так отвечает. Смотрите, даже не ударил. Странно. Да, бедный котик пошел. Пошел, Качечка. Каспер. Касперюша. Вот ты вредный какой мужчина у меня, а? Вредный мужчина. Кто такой вредный? Вот так вот. Вот вредина какая. Каспер. 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 Да? Да что ж ты такой вредный? Почему ты такой? Самое главное, а? Что не так? Сейчас мама. Кровать застилать. Что не так у тебя? Почему ты кота обижаешь? Всех обижает он. Всех обижаешь ты. Да? Вот пришел. Разборки. Вот разбирайся тут с вами. А? Да? Каспер. А говорят, что ты хороший. Вот девочки смотрят и говорят, какой Касперюша хороший. А он вон какой. А он вон какой. Я тут пришел. Скажи, так хочется с ним пообщаться. Так хочется вот с этой врединой пообщаться, побегать, попрыгать. Я скажу бы вообще с таким удовольствием бы это сделал, да? Ну, он вот такой. Ну, он вот такой. Да, левушка? Вот такой вот вредина. Вредина, вредина. Разборки тут, видите? Я тут, как этот, миротворец у них. Да, левушка. Вот вредно. Вредина, вредина. Давно я не показывала покупки для животных. Тут мою кофе все налила. Сейчас с утра мне привезли. Я все время в петшоп заказываю, потому что у меня там, во-первых, я бонусы спасибо трачу в петшопе. Специально коплю для того, чтобы потратить в петшопе. Прикиньте. Вот. Плюс еще у меня всякие бонусы, баллы за отзывы, за покупки, еще там за что-то, за там какие-то акции. Мне рассылки присылают. Я там, у меня, кстати, там статус вип-клиента. Еще на дни рождения там можно зарегистрировать своих животных и указать их день рождения. И на этот день рождения тоже скидка, по-моему, 10%. Дополнительная скидка. То есть, если что-то по скидке, то еще плюс 10% будет. Ну, в общем, короче, мне нравится. Это не реклама. Я там покупаю, покупала и буду покупать, потому что у меня получается дешевле, даже чем тот же Вальберес или Озон. Единственное, что там дорогие вот эти паучи. Поэтому я их покупаю где-то в другом месте. Либо на Вальберес заказываю, либо на Озон. Либо в ленте покупаю. В общем, как-то так. Короче, для Боночки я заказала вот такой вот корм. Я раньше ей покупала большие мешки, но обратила внимание, что когда я покупаю большой мешок, она не ест. Кстати, вот эту штучку я имела в виду. Помните предыдущее видео, когда рассказывала, что Леофан очень любит вот эти бумажки. Вот эту штучку. Я уже даже не выбрасываю мусорку. Я просто ему отдаю, потому что он их таскает везде. В общем, пусть играется, раз ему нравится. Вот. В общем, нравится Бонни вот этот корм. Его же у меня есть Джуси. Я покупала более мелкие для Джуси. Она не стала есть. Ей, видно, нравится вот это разгрызать. Единственное, что там действительно вот такие комочки. Их не так много, этих комочков. Вот таких вот. Они, видать, очень вкусные, потому что Джуси выбирает их, а вот это оставляет вот это у него боно в итоге доедать. В общем, когда я заказывал большой пакет, хотя с другой стороны удобнее. Заказал, он долго лежит. Но он, видимо, выветривается. И она начинает уже, когда остается немножко в большой упаковке, она начинает уже плохо есть. Жалко, что нет. Ну, там, знаете, что-то среднее между большим и вот таким. Потому что вот это мне тоже... Ну, хотя боно у меня не особо сухой корм ест. Вот она по мясу в основном. В общем, ну, очень нравится. И я говорила неоднократно, у меня у боно проблемы с желудочно-кишечным трактом. И нам не все корма подходят. Вот этот подошел идеально. Так, здесь 2,5 килограмма. Вот что-нибудь там килограмм 5 была бы упаковка. Я бы заказывала. Вот. Для суставов, видите, написано. Ну, мне кажется, как раз-таки... Вот она стала у меня уже давно есть этот корм. Наверное, год. Может быть, чуть меньше. Именно вот этот дуделиз. И действительно, вот она как-то более активная, что ли. Не знаю. Может, мне такая, что... Может, в общем целом состояние хорошее. Короче. И еще стала заказывать вот такие банки. Они как только появилась новинка в питшопе. Я стала их заказывать. Они очень крутые внутри. Что это такое? Это не тебе. Тебе мама уже все купила. Они внутри реально мясо. У меня уже закуплено много. Таких штук 10 стоит. Ну, так как я... Мне нужно было купить наполнитель. Сейчас я вам тоже покажу. Я уже купила Бонни сухой корм. И купила вот эти банки. Там была акция. Четыре. Покупаете. Короче, покупаете три. Четвертая в подарок. Одного... Одного вкуса. Поняли, да? Вот я купила. Это что у меня? Телятина, по-моему. Там, короче, они... Смотрите состав. А, вот. Корм для говядины с кабачком и морковью. Вот добавки. Кому интересно, я знаю, что меня смотрят тоже у кого есть животные. Собачки в том числе. Вот состав. Смотрите. Говядина 80%. Кабачок, морковь, масло растительное. Клетчатка, рыбий жир. Желирующая добавка. Но она тоже, кстати, полезна. Вода, виндобинный минеральный комплекс. Представляете? Там реально достаешь и там... Ну, такое бывает, как кожа попадается. То есть просто вот, знаете, обрезки всякие, я так понимаю. Всякие мясные и так далее. То есть бывает там даже сердечко попадается. Там, ну, кусочек, знаете, какой-то чуть-чуть кожи. То есть вообще супер. Очень нравится собакам. Я вам больше скажу. Кот Леофан все время пытается отнять собаку вот этот корм. Ему тоже очень нравится. Так, и покажу сейчас наполнитель, который заказала. И вот такой наполнитель. Вот для этого. Красавчика. Да? Тебе мама купила? Сидит. Моя покупка. Она купила вот такой 20 литров. Видите, большой мешок. Это я сейчас тащила, короче, и порвала пакет. Заклеила скотчем. Вот такой вот. Да, Джусенька? Вот такой вот у нас будет наполнитель. Мне на самом деле самое главное, чтобы он комковался. Потому что чищу лоток я постоянно. А то и несколько раз в день. Поэтому самое главное, чтобы были комочки. Не знаю, попробую. Вроде неплохие отзывы на него. Далее Афан, тебе понравится? Ну, мне ненадолго. Даже не на месяц вот такого мешка. Я уже заказывала как-то другой. Еще заказываю на Питшопе. Вот такие вот упаковки. Они бывают рваные. Но вес сохранился, например. Они там вообще дешево их продают. Вот такой же я пакет как-то заказывала. Что-то вообще там рублей за 30-20 литров. Вот такой же. Ну, не такой фирмы, а другой. Вот. И мне хватило недели на две. Ну, у меня вот этот. Я бы сейчас выразилась, но не буду, девочки. Вот. И плюс еще кот и кошка. Ну, кошка не ходит в лоток, она ходит на улице. Но кот. Еще Каспер, да. И, кстати, у меня тут муж Боночки сделал вот такие вот эти. Поставочку для мисок. Чтобы она ими не гремела, чтобы поудобнее было. Это муж сам у меня сделал. Единственное, что я сказала, вот эти вот штучки надо еще закрыть. Такие заклепочки купить. Вот для Боняши. Да. Для сладенькой моей девочки. Вот она тут лежит. А вот на этом, на своем лежаке, очень редко ложится на него. Ну, она на полу еще нормально. Да, Леофан? Да, ур. Видите, все время ур. Покажу вам свои запасы. Это я в кладовке. Сейчас как раз высыпала корм. Вот в таких контейнерах я храню корм. Вот. Ну, плотненько закрывается, не выветривается. Видите, вот так, извиняюсь, шумно, наверное, очень было. Это вот Бонин. Это у меня Джуси. Это у меня Леофан. Ну, в общем, это Катам. Они все равно друг друга едят. Вот. Кошачий, короче, корма. И вот они, вот эти баночки. Видите? Смотрите. Мои запасы. Я обожаю, когда у меня вот так вот целая полочка кормов. Потому что, если нет корма, я начинаю нервничать. Ну, и животные нервничают. Вот видите, разные вкусы я тут покупала. Подешевле с курицей, подороже с говядиной, совсем таким. В общем, вот такие вот у меня баночки. Очень нравится вот эта марка. Я до этого покупала... Леофан, как всегда, на стол сейчас забрался. Сходила его прогнала. Громит мне стол. В общем, не помню уже, что говорила. Ну, вот эти вот у меня еще тут остались. В общем, вот такие вот у меня запасы тут. На бумажку. Не тебе. Тебе на бумажку. На. Не буду даже выкидывать. На. Не надо тебе. Все, все, дурень какой. Ну, ты дурень. Все, вот. И постоянно играет со всеми бумажками. Очень нравится. Да, Леофан? Сейчас унесет куда-нибудь. Спрячет от меня. Все, видите, в зубы взял. И понес. Куда пошел? Сюда принес. Сейчас под ковер будет класть, да? Что ты такой несчастный? Это у меня, кстати, Джусина игрушка. Я этот как-то... А, у нее уже было два годика исполнялось. Мне дети говорят, мама, типа, а что ты будешь Джуси дарить? Вот подарила. Игрушка-осьминожка такой. Видите, шуршит. Да, твоя осьминожка. Ну, но мне не играет в игрушки уже. Да, Бона? Не, ну, бывает, конечно, иногда у нее. Дурь. Так не играет. Джуси отстанет от него. Ужас. Я корм принесла. Корм насыпала сейчас в контейнер. Кормом запахло. Видите, они все оживились тут у меня. Все оживились, моя. Мои сладкие, да. Шладкие такие. Любит мама вас. И тебя, толстый пузик. И тебя тоже. Шладкие ребенки. Ребенки шладкие. Да, такая куча мала у меня. Пушистая. Смотрите, что делает. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Такие у меня красавцы. Да. Я сейчас еще, ну, вообще давно не показываю, да, что я готовлю вообще, свою готовку. Не знаю, что-то у меня как-то не лежит душа к таким видео. Я не знаю, почему, девочки, не могу ответить на этот вопрос. Не потому, что я какая-то вредная, еще что-то. Ну, в общем, начну хотя бы так. Сделала вот такой сейчас пирог. Это с малиной. Ну, я тут так, типа, украсила. Как-то так. Это миндальные лепестки. А сам пирог, короче, это как шарлотка, только вы добавляете еще туда какао. И получается он вот такой вот, ну, как бы шоколадный. И вместо яблок добавляете малину. У меня замороженная малина. Получается очень вкусно. Вкуснее даже, чем яблочная шарлотка. По мне так. Вот. И вот такой вот он у меня получился, пирог. Потом в разрезанном виде. Чуть не выговорить. Тоже вам покажу, когда сядем пить чай. Вот. Ну, получается действительно очень вкусно. А, еще единственное, я тесто делаю чуть-чуть погуще, чем обычно, если с яблоками делать. И побольше сахара добавляю, потому что, ну, у меня малина какая-то немножко кисловатая. Она более кислая, например, чем те же яблоки. Поэтому вот такой вот у меня получился пирог. Ну, как готовила, уж не стала показывать, потому что все просто. Как шарлотка, только добавляете какао, делаете тесто чуть погуще. Вначале выкладываете первый слой на него малину и, ну, в моем случае, замороженную. Да, а потом оставшееся тесто сверху при 180 градусах 40 минут у меня выпекается. Даже поменьше, наверное, минут 35 где-то. Но из-за того, что малина замороженная, она же там начинает мякнуть. Вот. И чтобы полностью он пропекся. В общем, вот такая вот красота к чаю сделала. Вот так вот выглядит в разрезе этот пирог. Можно было побольше малины положить. Что-то я пожалела, видать. Не знаю, что-то я мало положила. Можно побольше. Вот такой вот он получается. Вот такой вот, видите, в разрезе. Вот эта малина, она придает такую вкусную очень кислинку этому пирогу. Вот такая вот прям вкусная. Она вкусняется на девочки. Но мне, я не знаю почему, мне очень нравится. Я такое летом тоже готовила. Это у меня тут желтая малина была. У меня, ну, малина моя, садовая. Я замораживала, получается, летом. Вкусно очень. Получается, сладко-кислая. У меня есть и желтая малина, и какая красная. Вот, и я так смесь сделала. Очень вкусно. Рекомендую попробовать. Не знаю, с другими ягодами, ни с какими другими, я не делала вот так же. То есть, только с малиной делала. Ну, естественно, с яблоками можно. Вот. Ну, наверное, с какими-то другими ягодами тоже можно. Вот такая вот у меня прям вкуснятина. Сейчас пришла сюда к окну, потому что у нас так пасмурно. Ну, вообще уже время вечернее, поэтому, в общем, да. В общем, на сегодня буду уже с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Обязательно переходите, посмотрите аромабоксы. Для мужчин это очень классная история. Вот. На сегодня буду прощаться. Всех люблю, целую. До новых встреч.